Продолжение следует... Что же мне сделать? Какой макияж, да, придумать? И просто поняла, что, наверное, я как-то попробую сделать побольше продуктов Maybelline. У меня мало, на самом деле, их, но буду я их сегодня использовать вместе с этими тенями. Думаю, вам понравится. Так, хочу сразу начать с тональной основы, потому что сегодня я не буду использовать никакие собачьи продукты, никакие собачьи тени и так далее, что потом будет оставаться на щеках. Нет, я использую свою самую любимую в последнее время, да, последние вот несколько месяцев. Catrice HD Liquid Coverage, кажется, так называется. Foundation, 24 часа, матирующая и подстраивается под тон кожи. Это у меня самый светлый оттенок, Light Beige, но, вы знаете, у меня намного светлее кожа, но, в принципе, в жизни он смотрится очень хорошо. Вот, так что, такая вот бутылочка с пипеткой, но я наношу эту пипетку не на лицо, а на кисточку. Сегодня хочу использовать вот такую вот кисточку, кстати, называется фладка буки F80. Вот она пипетка, надеюсь, видно. Из неё вот так вот выдавливаю крем, который остался. Если нужно, набираю ещё и снова капаю на кисточку. Вот, а затем просто беру и разношу по всему лицу. Ну, в основном я наношу участками. Не люблю, когда сразу ставишь на всё лицо пятна тональные, да, чтобы потом их разносить. Потому что они как-то быстро сохнут и уже остаются именно пятнами на моей коже. Как вы можете заметить, в тональной основе почти не видно на лице. Почему почти? Её на самом деле не видно. Она вот, как будто бы это твоя кожа. И обожаю то, как она выглядит на фотографиях и на видео. Просто почему-то на последних видеороликах, где я её использовала, она была сильно заметна цветом на лице. Вот, и я не знаю, за счёт чего так. Может быть, потому что у меня так свет падал на камеру, и поэтому получалось так, что будто бы у меня такая бежевая маска на лице. Итак, перейдём, как брови нанести. Сначала нанесу по лесам. Уже еле выдавливается. Боже, сколько ему лет. Не знаю, лет... Ой! Что происходит вообще? Я не знаю, почему происходит так, что у меня вылетают так вещи. Это уже не первый раз такое. Я решила не вырезать эти моменты, потому что они реально очень смешные. Как тогда, когда я героина, да, горела. Оп, оп, героина. Угу. А у меня в сердце улетело. Я ещё не вставила, что оно у меня раз в шесть летало в тот вечер. Я не знаю, почему так. Мы тут уборку делали. И чего только не нашли. Чего только не выкинули. Сколько косметики ещё нашла старой. Выкинула просто от сердца. И даже не жалею об этом. Нашла пакет Victoria's Secret. И помню, что я заходила в Duty Free финский. После операции, когда мы с клиники уже всё выписывались, улетали. Я туда зашла. Очень долго там ходила, ходила. Всё смотрела. Потому что очень сильно мечтала купить себе чего-нибудь от Victoria's Secret. Потому что у меня были только разные крема, которые мне дарили. А сама себе позволить я не могла этого. Да и у нас и нету её. А в Москве я как-то не заходила, чтобы именно намеренно пойти и посмотреть себе Victoria's Secret. Так вот, там была у них акция какая-то. Кажется, ты блеск покупаешь за, по-моему, 10 евро, что ли. И что-то там тебе ещё дают за это. Вот, и у меня было, по-моему, 9 евро всего лишь, да. И мне не хватало какого-то одного евро, чтобы купить вот этот набор. Так я хотела, так расстроилась. И девушка на кассе, она, короче, говорит, что у нас есть просто блески эти же, да, отдельно, не в наборах. Дала мне блеск, и я его нашла, оказывается, да. Так он мне нравился очень сильно. Я вообще забыла, что у меня был этот блеск. Cherry Bomb называется. Там были разные-разные цвета, был даже голубого цвета. И не знаю, почему я взяла именно этот оттенок, и сразу накрасили мы его, и она так, комплименты мне стала делать, что он у меня идёт. Вот, освежает. Вот, ну, я имею в виду, что этот момент был очень такой тёплый. Вот, не знаю, не хватало поддержки, да, от постороннего человека. Такая с тенями для бровей у меня ничего не меняется. Как всегда, Essence, который поломаны уже все. И кисточка от Just, номер которой я не знаю, всё стёрся. Вот, и... Простите за вечно лающую собаку. Он любит у нас поголосить. И невозможно сделать так, чтобы он замолчал. Вот, я хотела с вами поговорить на такую тему, по поводу чёлок. Вот, девчонки, у кого чёлка есть, пожалуйста, скажите мне, как вы справляетесь с тем, когда вы спите, чтобы на утро она была в нормальном состоянии. Потому что у меня это кошмар. Я вчера её посыгла. Вот, она была у меня прям совсем длинная, ниже ресниц. Уже отросла. И я посыгла её до бровей. И сейчас я проснулась, она у меня вот, с этой стороны она у меня выше поднялась. Здесь она у меня почему-то ниже легла. И я сплю на этом боку, и она вся туда уходит у меня. И получается, она сама себе делает пробор ещё, вдобавок, который потом я не могу восстановить. Если я сделаю влажную укладку, да, напшипываю, а потом расчёской или феном уложу её, уже будет заметно, что она нечистая. А я только вот перед сном мыла голову. Поэтому мне как-то не резон такой вариант, например. И, например, у меня мама укладывает её на пигуде и так спит. А я не могу так. Потому что я люблю, чтобы во сне всё было расслаблено, да, чтобы ничего не мешало. И, не дай бог, волосам что-то мешало. Не могу даже с косичками спать. Для меня это вообще край. Так. Беру пудру. Совсем забыла, что надо пудру нанести. У меня пробник от Essence. Такая вот светлая. Могу нанести, в принципе, Лауре Мерси, но она... Но у меня её мало уже осталось. И поэтому мне как-то жалко её для видео наносить. Лучше в жизни, когда буду куда-то идти, нанесу. Потому что она матирует лицо. Вот. А так я просто припудру тоналку. Потому что она всё-таки не очень матирует у меня. А слегка липковато местами остаётся. Потому что у нас в комнате жарко очень. Итак. Ну что. Можно просыпать к теням наконец-таки. Да. Я здесь больше ничего не забыла. Берём эти тени. Буду просто пальцами наносить. Они немножко подтаяли. Да. Потому что... Да. Жарко. И как я уже сказала. Такой вот цвет. Розовое золото. Очень красивый. И... Этот макияж не будет сложным. Он будет очень простым. Я не буду делать ничего замудренного такого. Просто на ежедневное. Так. Я теперь хочу взять... Сделать поярче. Века подвижное. Возьму свою палеточку. Сделать поярче. Такую вот. В прошлый раз я её показывала. Да. Eye to eye. Или как она? Нет. Eye love. Она называется. Да. И здесь представлены просто потрясающие оттенки у неё. Все невероятно пигментированные. Очень красивые. Я возьму розовый. Под цвет этих теней. Чтобы просто сделать их поярче. Да. Наносить я буду наверное кисточкой от... Мак. Какая она? Ну всё что. 217 кажется. Честно не помню. Да. Просто беру эти тени. И наношу на подвижное. Чтобы вот. Видите. Становится идея пяти оттенок. И эту же кистью просто её оттрухнём немножко. Чтобы с неё тени сошли. Я нанесу светлый оттенок. Heaven. Светлый. Самый. На зону под бровью. Просто чтобы немножко просто желать наш цвет. Вот этот вот. И сделать посветлее эту зону. Которая визуально приподнимет бровь. Буду использовать подводку от Maybelline. Как уже и сказала. Постараюсь побольше продуктов сегодня наносить. И... Просто сделаю такие обычные стрелки. Потому что раз уж мы делаем монотонные тени. Тогда нам надо сделать выразительные стрелки. Поэтому ладно. Не будут обычные. Будут выразительные. Хотя для кого-то может быть обычные. Для меня, например. Очень надеюсь, что у меня вышли похожие стрелки. Но здесь испачкалась века. Да. Переборщила немножко. Резко открыла века. Вот. Теперь надо подождать, когда чуть подсохнет. Чтобы палочкой чуть потереть. Протереть. Какая ваша любимая тушь? Я часто задаюсь вопросом. Почему людям нравится определенная тушь? Какая именно, да? Может быть, любовь выпадает именно на фирму. Определенную, да? Которую нравится. Или, может быть, свойства ее. Бывает так, что девчонки скупают вот все новинки своей любимой фирмы. Да? И для них это каждый раз какая-то радость. И, возможно, они любят говорить, ой, это моя любимая тушь, это моя любимая. И каждый раз новая тушь, это у них любимая. Вот. Но у меня было так, что я пробовала очень много туши от Essence, да? И только одна единственная мне подошла. И я никогда не смотрю на фирму. В принципе, бывает так, что даже самая какая-нибудь там дешевая фирма, типа Golden Rose, да? И у них, может быть, там крутецкая тушь. Ну, бывает такое, да? Просто как пример. Вот. Но у меня очень много здесь разных тушей. Есть у меня и, например, вот эта тушь от... Сейчас скажу. Shiseido. Да? Очень классная, очень. Но я не скажу, что это моя любимая. Вчера я выкинула свою старую тушь от Givenchy. Она была потрясающая. Просто бомбезная тушь. Которую Leaf Tyler, кажется, рекламировала. Где такой кончик, такой кругленький. И, по-моему, их три в ряд идёт. Когда прокрашиваешься вниз, они просто невероятно открытые получаются. Но почему-то как-то, не знаю, не хочется даже второй раз. Если покупать её, да? Вот. Затем от Divas у меня несколько тушек было. И, да, серебряная тушь, Lush, чего-то там, я уже даже не помню. Lush Effect, кажется. Моя одна из самых любимых тушей. Но почему-то, когда я иду покупаю эту тушь, я понимаю, что она меня никогда не подведёт. И всегда останется моей любимой. Потому что, видимо, только она справляется с моими непослушными ресницами. Потому что, например, на этом веке у меня никогда не поднимаются ресницы. Только с этой стороны, потому что они у меня растут так. Они вот закруглённые у меня. С этой стороны, как будто их взяли и этой штукой подвили, да? Здесь у меня растут приподнятые, да, немножко все ресницы. А с этой стороны, вот эта часть глаза, она растёт вниз. Не знаю, почему так, но вот всегда так было. И только эта тушь, она вот идеально прокрашивает все ресницы. И делает их невероятно кукольными. Просто хочу, чтобы вы заметили разницу. Посмотрите теперь, как выглядят ресницы, да, с этой тушью. Я постараюсь увеличить участок видео, чтобы было видно, насколько они становятся длинными и открытыми. И реально как будто накладные. Очень люблю такой эффект. Вообще, люблю туши, которые делают кукольные ресницы. Очень-очень люблю. Так что вот такой вот макияж глаз у нас получился с этими тенями. Надеюсь, вам нравится. Я думаю, что на ежедневную носку это просто идеально. Потому что, мне кажется, куда угодно можно так пойти на улицу, на работу, на свидание или просто в магазин. Кто куда захочет. Я сегодня долго выбирала, какие румяны хочу нанести, которые подойдут к этому макияжу, более-менее. Но, не знаю, пережила весь свой ящик. Чего-то мне ничего не понравилось. И решила взять вообще нейтральные NYX древние. Называется Angel PB03. Да, такие вот они. Цвет припыльной розы, кажется, называется. И наносить я буду кисточкой от MAC 168 SE. Такая вот у меня кисточка. Из какой-то там коллекции. Не помню. Вот. И просто нанесу сюда на яблочки. Сильно вытягивать не буду к виску, как обычно я это делаю. Просто хочется сегодня какого-то такого румянца. Типа, потрыпали за щечки. Конечно, нельзя забывать про хайлайтер. Strobing. Как это модно говорить. Но, я хотела сначала взять MAC-овский. Мне казалось, что он более-менее такой золотой. Но поняла, что, наверное, всё-таки я возьму более-менее бежевый. Опять у меня всё с рук падает. Да, возьму от Essence. Просто такой вот. Он так называется. Highlight. Strobing Highlighter. Да. Какой-то. Let it glow. 01. Не знаю. Из колеси, не из колеси. Написано, что он новинка. Да. Вот. Я его как-то показывала. Просто нанесу кисточкой от Sigma. Tap Red Blending ES40. Возьму на неё. Так вот. Да. Немножко. Сдую. И вот на вот эти места. Чтобы они сияли. Потому что, если я сейчас наносила золотистый, он был бы более-менее заметен. А это сливается с кожей. И когда ты на свету, то выглядит намного естественнее, чем MAC-овский мой. Потому что он золотистый. Последний, завершающий шаг. Это, конечно же, губы. Я сейчас сотру свой бальзам. У нас будет два варианта. Это нанести просто какой-нибудь нейтральный блеск. Такой вот, например. Номер от Essence. Номер, номер, номер. Номер Nude Kiss 022. Номер Nude Kiss 022. Блеск потрясающий. Правда, очень красивый. Нравится так мне. Он подходит к этим теням. Всё такое гармоничное, спокойное. Но есть второй вариант. Для более смелых, как я. Кто любит что-то погорчее, что-то поярче и более вызывающее. Сейчас я нанесу ярко-розовый блеск от Maybelline. Да, если быть точной, это не блеск. Это Vivid Matte Liquid. Номер 15. Electric Pink. Это у нас жидкая матовая помада. Да. Ядерная. Но запах, боже. Этот запах. Это просто за него убить можно. И вот так вот. Для совсем смелых девчонок. Чуть опять не уронила тени. Вот. Я обожаю эту помаду. Она невероятно красивая. Невероятно яркая. И какая-то, я не знаю, просто я чувствую с ней себя самой собой. Вот. И когда я её наношу, смотрю на себя и ощущаю какую-то внутреннюю, гармонию, радость. Будто бы сейчас лето на дворе. Не знаю. Но Новый год я её наносила. После Нового года на праздники я её наносила. Тоже все делали мне комплименты. И не знаю. Если это меня радует, значит, надо её наносить. Да. То, что радует, оно должно быть. Да. Почему надо смотреть на других людей и там думать, что вдруг им не понравится. Да. Да. Нет. Нравится яркая. Носи яркая. Плевать на всех абсолютно. Пусть это делает тебя счастливой. И не важно, что подумают другие. Вот. И поэтому с этой мыслью я её ношу, эту помаду. Потому что она делает, в первую очередь, меня счастливой. Да. И может быть, она не идёт. Я не знаю. Может быть, она слишком вульгарна. Но я считаю, что это очень трендово. Потому что яркие помады всегда смотрятся как-то очень так эксцентрично. Да. Очень необычно и дерзко. А я очень люблю всё такое дерзкое. И в другой момент это не носит каждый человек, да, на улице. Потому что выйдя с этой помадой, все на тебя будут смотреть, да, и думать, ого, она такая смелая. Вот. Ну ладно, я уже ушла совершенно везде в степь. Просто мысли, мысли, мысли мои. Вот. Надеюсь, вам понравился этот макияж. Надеюсь, он не был сложным. Я думаю, он совершенно простой. Каждый может его нанести, на себя сделать. Любой вариант с этими же тенями, с этой же помадой. И абсолютно разные-разные вариации. Спокойные, яркие и так далее. Но я думаю, что яркая помада и стрелки сможется просто идеально и всегда в тренде. Вот. Либо можете сделать тот блеск, который нейтральный, с этими стрелками. И акцент будет только на стрелках. И вы сможете везде-везде-везде ходить с этим макияжем и не бояться, что что-то не так. Да. Вот. И скоро будет ещё одно косметическое видео. Надеюсь, вам понравилось. Всех любит, селу, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.